друзья всем привет продолжаем мы подкармливать пшеничку 5 марта сегодня но это видео я хочу в общем подкормка видео же следующего выйдет а в этом видео я хочу зацепить тему о негабарите как-то у нас выходила серия роликов о негабарите когда мы там просили петицию подписать сейчас новая волна вспыхнула там сергей легостаев выпустил видео якобы победа отменили не говорит пойду туда покажу кросс канал который по которому вода раньше шла в крым сейчас покажу там как раз ветра нету раньше наступил в общем раньше можно было ездить до двух метров 60 сантиметров а сейчас якобы разрешили до трех метров 75 сантиметров но сопровождении там я не знаю точных нюансов там проблескиваемые очки и как бы это победа и после этого видео мне начали instagram так человек 10 написала прям все победа не зря старались почитал я комментарии по сергея под видео все пишут все радуются победа не зря старались даже хочу пить эту тему может кто-то не понял что произошло например я считаю это как раньше курс доллара был восемь подняли до 40 и опустили до двадцати двух с половиной и многие кричали это победа такой же принципе здесь сделали запрет до 2 60 и разрешили до 3 75 и мы считаем это победа а в чем разница между 2 60 и 3 75 я считаю что лично для нас вообще ничего не изменилось в этом промежутке у нас вообще никаких нету агрегатов вот такой канал сейчас попробую спуститься либо не нырнуть туда какие у нас есть агрегаты которые нам дают преимущество это разрешение до трех метров 75 сантиметров любой культиватор от 4 метров если я не ошибаюсь даже какие-то там импортные да если которые раскладные меньше 375 нету если есть там поправьте меня мне кажется даже раскладные они укладки флотом даже та селка сезе 36 у как у которой не предусмотрена транспортная у нее 36 это рабочая ширина ширина посева а если учесть колеса то нам будет около четырех метров все на этом победа закончилась я считаю что люди не разобравшись услышал от серёги слова эта победа по кабинетам больше ходить не нужно и радуются так мало того что может они не поняли этого мне пишут я им объясняю и люди все равно не понимают они все выключали до победа то ли я не понимаю чего-то странно это все если честно такой канал и многие люди говорят что правительстве одни дураки ничего не понимают а мне кажется там сидят умнейшие люди которые могут нас зудь а мы еще и рады ну и посмотрел же я заседание верховной рады когда принимали закон и там же перед законом все выступают там аргументы приводят да почему надо закон этот принять и ни один не привел аргумент о сельхоз техники там только звучали примеры типа дорога мхана перевантажения фуры ездят по 100 тонн вот и когда я принимали этот закон там а сельхоз техники просто даже не догадывался они вообще без понятия что не приняли там даже ни один человек не догадывался ну что они создали проблемы сельскому хозяйству они просто не понимают что они делают мое мнение давно нужно разделить сельское хозяйство и фуры это вообще разные вещи прошел слух такой в одном из чатов в вайбере один человек написал что была какая-то конференция не по петровской области и областная полиция сказала что штрафы для сельского для сельского хозяйства так и остались 510 гривен это касается фур насколько это правило информация я не знаю вот просто такой слух прошел так что следите за новостями если это так то что полиция не разводила всех на деньги потому что вы сами понимаете сей вас остановят с превышением габарита то взятку они будут просить намного больше в общем следим за новостями особо не радуемся никакой габарит не отменили а просто якобы сделали это я не знаю насколько это правдивая информация да это где-то кто там написал фейсбуке я так понял но даже если это так разрешил нам до 375 да еще и сопровождением да еще с проблесковыми маячками на которые еще я так понял разрешение чего это брать в общем все запутано чему я выпустил это видео к тому что рано радоваться нас хотят нагнуть но при этом так чтобы мы еще и радовались но это у них получается я так понял почитайте комментарии у сергея и вы это поймете что люди просто радуются отменили не габарит это же надо уметь так нагинать чем вы собрались выезжать до 375 мое мнение что 260 что 375 это почти одно и то же ну да есть там может какие-то агрегаты которые в это в эти рамки ходит это какие ну какие я не знаю сезе 36 можно переделать на транспортный мы он сезе 54 переделали так же само можно сделать если за 36 а как ты культиватор переделаешь на транспортный уже не в ширину не в длину не не вмещается кроме шоуру бал так его возить да но это уже смешно просто и кто-то там говорит а на лафете да так на лафет тоже нужно разрешение это же не то что тебе сказали можно ехать на лафете и все это что же превышает габариты ты на лафете не сможешь ехать опять же нужно разрешение полноценное видео уже насчет не габарита выпустим когда будет именно все ясно как взять разрешение сколько нужно проблем сколько кабинетов пройти сколько времени я думаю когда будь что-то ясно я сделаю это видео уже полноценно все объясним как шоу узнаем сколько времени на это понадобится сколько кабинетов пройти сколько километров наездить и вообще я считаю там люди сидят некомпетентные они просто не соображают вообще они даже понятия не имеют с какими трудностями мы сталкиваемся я думаю многие об этом понимают а многие нет все всем удачи следим